Доброго времени суток! С вами Данила Рыжкин и я неизвестный видеоблогер. А все потому, что не выходит реклама. И в этом видео я хотел бы поговорить непосредственно о рекламе и о рекламе от Руслана Соколовского. Блогер, у которого уже 250 тысяч подписчиков. И блогер, который кидает людей на деньги. Новая МММ, мать его. Мы неизвестные блогеры, чтобы попасть хоть в какие-то топы, должны заказывать рекламу более известных блогеров. И вот, такие как мы, заказывали рекламу у Соколовского и нихера не получили. Или получили через полгода или год. А время и деньги мы не можем ждать постоянно. Ну как мы? Ну вот смотрите, я тоже пытался заказать рекламу у Соколовского. Вот вам скриншот в подтверждение моих слов. И слава богу, что я не потратил свои денежные средства. Да, я до сих пор никому нахер не нужный, неизвестный. Но хотя бы меня не кинули на бабло. И кстати, вот очень забавно, пока не забыл. Соколовский очень забавно оправдывается относительно того, что он не размещает рекламу вовремя. Или вообще ее не размещает. Я вот тут как раз смотрел видео Соколовского. Как он оправдывается. Давайте послушаем. Ну и дальше. Это, как вы понимаете, ответ Соколовского на видео Николая Соболева о разоблачении. Так вот. Момент, что у него не хватает времени и что он безответственный пидор. Руслан. Я надеюсь, ты посмотришь это видео. Я надеюсь, очень сильно надеюсь хайпануть на этом видео. С учетом сейчасшнего этого инфопоута. Будут бляди ютубы. Но я надеюсь, ты это посмотришь. Руслан, я рабочий человек, то есть я работаю пять через два. Я хожу на работу. После чего я прихожу домой. Я иду в магазин, покупаю продукты. Готовлю ужин. Мою, чищу зубы, курю, выпиваю. Пишу сценарий. Снимаю по сценарию видео. Выкладываю это видео в интернет, предварительно редактировав его. И у меня хватает. У меня хватает времени раз в неделю выгружать одно видео. Достаточно неплохая продуктивность относительно всего ютуба. У тебя же примерно такая же продуктивность. Но, как я понимаю, ты не рабочий человек. И, скорее всего, ты даже не готовишь еду, а заказываешь какие-нибудь вокеры или коробочки, или как это называется, чтобы тебе просто их привозили и ты жрешь. Потому что у тебя достаточно большая аудитория и ты можешь себе позволить это. И у тебя не хватает времени. Ой, я снимаю ролики. Ой, я стримлю. Ой, я занимаюсь мерчем. Как мы видели на некоторых твоих стримах, у тебя есть команда, которая может заниматься как раз этим самым мерчем. Ну ладно, окей. Мерч это, грубо говоря, твоя работа. Ой, я стримлю. Ой, я монтирую ролики. Стримить это просто сидеть перед камерой. Все. Ой, я снимаю ролики. Ты, опять же, просто сидишь перед камерой и говоришь. Ладно бы ты делал продукт как Бэткомедиан или Сындук. Ну или хотя бы как твоя ненавистная немагия. Тут бы я понял. Там до херища времени уходит на производство самого продукта. Но ты просто сидишь перед камерой. Я знаю, что такое говорить на камеру. В твоем формате. Тем более я знаю, как это делается. То есть у тебя примерно 2 часа уходит на то, чтобы наговорить на камеру. Потом 2 часа, чтобы замонтировать это все. И час на перерыв. На дрочку, алкоголь, женщин или еще какую-нибудь херню. 5 часов. 5 часов в неделю, чтобы выпустить одно видео. Я занят, черт возьми, я занят. Да как же, блядь, бомбит от этого? Ну и самое ужасное, это, конечно, не мой бомбеж. А то, что людей кидают на деньги. И они долго не получают рекламу. А время это деньги. И вот я со своей маленькой аудиторией, если бы рекламировался постоянно, если бы постоянно вливал свои деньги в более известном видеоблоге, возможно, у меня бы уже была бы тысячная армия моих подписчиков. И я бы не ходил на работу, я как раз бы сидел бы дома. И наслаждался бы полностью процессом производства контента. И YouTube полностью бы меня захватил. Но из-за таких, как ты, мне не хочется давать деньги на рекламу. Я и раньше понимал, что это опасно, потому что, ну, блин, я просто куда-то кидаю деньги и рассчитываю на честное слово. Но в тот момент, когда блогер может вообще сказать, ну, это блогер-творительность, мы же ничего не подписывали, вот еще таким волосом, которому ты любишь говорить. Или я уже более похож на Сын Дука. Не суть. Теряется доверие. Теряется доверие. Ну и даже если ты выпускаешь все-таки ролик, через три месяца, через шесть месяцев, через девять месяцев, через год, теряется время. Теряется очень много времени. И да, я за это время продолжаю снимать какие-либо ролики, но если у меня нет аудитории, то я попросту трачу время. А если ты сразу реагируешь, сразу рекламируешь, то, естественно, ко мне сразу идет прирост. И, естественно, я уже не просто так делаю эти ролики. Ой, Руслан, беда с тобой какая-то и все эти оправдания. Понятно, что как только все это началось, да, ты прислушиваешься сначала к тебе, потом к другим людям и думаешь, ну, возможно, это просто очередные игры в песочнице. А сейчас, глубже анализируя данную ситуацию, я понимаю, нихера, ты реально безответственно относишься к этому. И даже если в течение нескольких месяцев ты всех прорекламируешь или всем вернешь их деньги, это не исправит ситуации, потому что люди и так уже долго ждали и на этом потеряли намного больше, нежели получить от того, что доказывали у тебя рекламу по цене 100 тысяч подписчиков, а сейчас ты разместишь по цене 250 тысяч подписчиков. Да ты сейчас уже нафиг никому будешь не нужен, блин, с такой репутацией-то. Ой, хороший парень был. И даже твоя акция относительно верующих и покемонов, и твоего айфона, это, да, это что-то интересное. Но сейчас я надеюсь, что тебе и впаяют штраф в полмиллиона рублей, и посадят. А еще я надеюсь, что найдутся люди, которые застрайкуют твой канал тремя страйками, хоть это и ужасно, но, блин, ты должен получить эти страйки, чтобы твой канал, чертовой матери, закрылся. Ой, как я ненавижу людей, которые кидают людей на деньги. Ведь они все-таки зарабатываются. Они все-таки зарабатываются. И большинство блогеров, которые покупают вначале рекламу, они именно работают на обычной работе, ненавидясь в свою жизнь за это. И получается, эти деньги добыты кровью, и они несут их тебе. Ты такой, ааа, я слишком занят. Я сегодня дрочил всего один раз, надо подрочить три раза. Вот, и я вообще про вас забыл, и вот, и свяжитесь со мной. Хули, я должен со мной связываться, блядь. Я тебе деньги заплатил. Ты, блядь, должен по щелчку все делать. Я твой клиент. Да, клиент всегда прав, это устаревшее понятие. Да, блядь, так оно и есть. Я плачу тебе деньги за то, чтобы ты делал, сука, свою работу. За то, чтобы ты пререкламировал меня. А то пиздешь относительно новой какой-нибудь новости. Ой, там затоптали кого-то, или, ой, эти поздравили с этим металлами. Или, ой, опять какой-то блогер у нас появился, который хочет мне поднастрать. Да нахуй они никому не нужны, это неинтересно, это не творчество, это говно. Ты, сука, говно. Я популяризирую науку. Нихуяшеньки. Ты не говоришь ничего такого, чего нельзя найти в Википедии. Ты не общаешься с научными умами. Ты не ездишь к Стивену Хокингу. Я размещу вам сигну или фото Стивена Хокинга. Ты, блядь, лучше к съезде к нему выучи в английский. И сделай интервью с ним. Вот тогда это будет что-то интересное. Нет, это неинтересно. Я просто зачитаю вам Википедию. Все. Да, блядь. Ой, на это уходит так много времени. Ммм, сука, блин, ну как же я теперь тебя ненавижу. А! Ой. Ладно. Я надеюсь, этот ролик не закроют по причине того, что я гневаюсь. Ведь на Ютубе нельзя якобы гневаться. Ну, хотя я вроде бы никого не призываю ни к чему, поэтому я вообще чист. В общем, дорогой зритель и дорогой Руслан, я надеюсь, ты это смотришь. Руслан и зритель, подписывайся на мой канал. Да, вот так, подписывайся на мой канал. Ставь комментарии, ставь лайки, распространяй это видео. И не будь нормальным, будь рациональным. Не кидай людей на деньги. Ну, а с вами был Данил Рыжкин, самый субъективный бородач во всем Ютубе и во всем интернете. И самый злостный мизантроп. Всем спасибо. Всем дислайк.